Здравствуйте, товарищи! Я Вероника. У меня здесь типичный антураж 1 января. Пижама, дурацкий хвост, кофеек и список обещаний на наступивший год. На наступивший 2020 год. Я Вероника из прошлого. И раз это видео сейчас вышло, то... То, Вероника, из будущего ты уже молодец. Я решила записать такое видео для себя, чтобы поставить себе цели и постараться их выполнить за 2020 год. Мы с Вероникой из будущего сейчас вам всё расскажем. Мне легко, потому что я только что составила этот список, и я вся такая воодушевлённая, готовая приступать к выполнению задач. А вот Веронике из будущего сейчас придётся перед нами всеми. И передо мной тоже. Привет! Отчитаться! Здравствуйте, товарищи! Я Вероника. И сегодня у нас 10 января 2021 года. Хочу сразу сказать, если вы никогда не пробовали записать себе такое послание на следующий год, попробуйте, это очень классная тема. Я перед тем, как сесть снимать сегодняшний выпуск, я, конечно, пересмотрела своё обращение самой к себе, которое я снимала в том году. И это очень приятно. И очень вдохновляет. Так что попробуйте, попробуйте тоже, если вам это интересно, попробуйте записать такое обращение самому к себе, потому что, наверное, письма к самому себе вы, может быть, писали, а видео это ещё круче, чем письмо. Короче, что мы имеем по первой цели? И начнем мы с медиа целей, так сказать, поскольку я это записываю видео на YouTube. Я очень надеюсь, что мне хватит сил и энтузиазма это дело не бросить за 2020 год. Что касается цифр, недавно я зашла на сайт, который делает прогноз для YouTube-каналов, базируясь на их статистике, на их аналитике, то есть если такими же темпами, как сейчас, я расту, какое количество зрителей будет на моём канале спустя год. И вы знаете, я думала, что мне на цифры, в принципе, всё равно, то есть я радуюсь каждому подписавшемуся человеку. На момент 1 января у меня было 118 человек на канале, и вот этот сайт, он рассчитал, что такими темпами к началу 2021 года у меня будет, типа, меньше 300 человек. И я когда это увидела, я неожиданно для себя расстроилась. Наверное, потому что всё-таки силы и время, которое я вкладываю в выпуск видео, пусть это всё мне и само очень интересно и нравится, но всё равно я жертвую многим для этого. И всё-таки 300 человек, хотя каждый, повторюсь, каждый для меня очень ценен, но я вдруг поняла, что 300 человек, блин, это не то число, которое я хочу спустя год видеть. Я подумала, какое я хочу. Ну, понятно, что пределы верхних границ не существует, и будет просто обалденно дорасти до крупного канала, чтобы создать такое творческое сообщество, где все будут общаться, где я смогу быть полезной или вдохновляющей. Ну, короче, это всё мечты, понятно. А конкретные цели, если говорить объективно, нет, трезво, если рассуждать трезво, я буду стремиться... Сейчас, в какой цифре я себе написала? Я написала, что если у меня будет на момент 21 года 500 человек, я должна понимать, что это, блин, это 500 человек, это много. И если у меня сейчас 500, Вероника, из будущего не расстраивайся, потому что ты наперекор прогнозам этого дурацкого сайта хорошо поработала, и это хороший результат. Пусть и совсем маленький по меркам Ютуба. Я верю, что всё в моих руках. Неправда, я вру. Я не верю, что всё в моих руках. Я, честно говоря, я не понимаю, как устроено... Пока что я, по крайней мере, не понимаю, как устроен Ютуб. Поэтому я не могу сказать, что всё полностью зависит от меня, но я могу точно сказать, что я буду стараться делать всё, что от меня зависит, то есть, как минимум, выпускать качественные, интересные, красивые видео раз в неделю. Вот, если я всё это буду делать, и у меня не получится вырасти в цифрах, то я буду знать, что это не по моей вине, и что нужно искать какие-то другие пути, рекламы или что, я не знаю. Короче, Вероника из будущего, скажи, пожалуйста, мне очень интересно, что случилось за этот год. Начинаем отчёт. По поводу прокачки Ютуба. Я приятно удивлена тем, что я обогнала вот этот вот расчётный сайт, который говорил, что у меня будет меньше 300 зрителей к моменту 2021 года. Сейчас нас 338, и это чистое число, которое пришло, нарастилось само собой. Я не вкладывала ничего в рекламу, то есть я просто честно снимала целый год видосы, общалась с вами, старалась, очень сильно старалась. И были разные моменты за этот год. Вначале всё было как-то очень сложно и тяжело, я даже думала, что я даю себе время вот до этого января, и что если вот оно не идёт, я заканчиваю. Но потом, где-то весной-летом, я получила огромную поддержку от вас, как раз когда был сезон перерисовок подписчиков. Кстати, наверное, надо его повторить, потому что это очень классный энергообмен. Так вот, я просто забыла диктофон в родном городе, когда уезжала на каникулы, и записываю с телефона. Классное начало года. Короче, да, я получила очень большую отдачу от зрителей, когда снимала сезон перерисовок. Было очень много репостов в историях. Были даже какие-то видео рекламы меня, которые мои друзья делали просто так, просто чтобы меня поддержать. И просто мне было так приятно, и это был такой подъём. Потом, когда я заболела там на свой день рождения, и потом осенью коронавирусом, я видела, что я не могу, например, по какой-то причине здоровья, я не могу снимать видео, но я вижу, что число зрителей на канале растёт, и это очень сильно мотивировало и придавало сил, чтобы вернуться и продолжить снимать, поскорее поправиться и вернуться. Хочу сказать спасибо большое всем, кто за этот год присоединился, кто был с самого начала на этом канале. Очень сильно вас обнимаю и ценю вашу поддержку. Что касается цифр. Да, конечно, как я говорила в том году, нет предела верхних желаемых цифр. Давайте так. Хорошо, что я переросла этот сайт, который говорил, что у нас будет меньше 300, но, конечно, конечно, это всё ещё очень маленькие цифры, и чуть позже видео я вам объясню, почему. То есть год назад я вот считала, что там 500 человек — это вау. Сейчас я так не считаю. И опять-таки чуть позже я вам объясню, почему я так не считаю. То есть поймите меня правильно. Да, это круто, но это объективно недостаточно. То есть это классно вот как идея, но это не сопоставимо с теми усилиями, которые и с тем временем, которые я трачу на ведение канала. Так что, что по планам развития канала, мне кажется, сейчас уже нет другого выхода, кроме как попытаться вложиться в рекламу. Да, не переключайтесь, следите за обновлениями, будем пытаться раскачаться. Также в своих медиа-целях я поставила себе цель сделать маску в Инстаграм. Не спрашивайте. Ну, вам может это казаться смешно, но мне, не знаю, мне интересна вся эта виртуальная реальность и маска в Инстаграм. По-моему, это прикольно. Я ее хочу сделать еще с лета, и я решила, что напишу себе в целях на 2020 год, соберись тряпкой, сделаю уже эту маску. У меня уже скачана программа, я даже в ней пыталась разобраться. Надеюсь, что я это сделала. Это очень забавно, потому что я все еще хочу это реализовать, но это вот та цель, которая за целый год я к ней типа шла, ползла, лежала по направлению этой цели, но я так ее и не реализовала, эту идею, так скажем. В частности, из-за этого я весной прошла курс Digital Illustration. Я очень рада, что я познакомилась с этой программой, освоила базовые какие-то моменты и получила новый скил рисования в Digital. Да, я не создала маску в Инсту, но, возможно, все-таки в этом году я это сделаю, потому что мне все еще кажется, эта идея прикольной. Но я считаю, ничего страшного, что я ее не реализовала, потому что я сделала гораздо более важный шаг. Я освоила хотя бы какие-то начальные шаги, первую ступень рисования в фотошопе. Для меня это было запредельно и недоступно. Сейчас я это умею и могу. Это классно. А еще у меня есть секретная цель, и если я ее выполнила на максимум, то для вас это будет сейчас новость. Я хочу зарегистрироваться в ТикТоке и максимально долгое время никому об этом не говорить и посмотреть, что из этого будет. Зачем мне это нужно? Ну, во-первых, это один из методов раскачать YouTube. Но, в принципе, я подумала, что в ТикТоке я могла бы выкладывать короткие видео по типу тех, с которых я начинала, в принципе, увлечение своей видеографией, если так можно выразиться. Мне хочется сделать в ТикТоке то, что там сейчас, я так понимаю, не особо распространено, то есть короткие, такие художественные, красивые, атмосферные видосы. Вероника, 21-го года. Давай, отчитывайся за мои фантазии. А-а-а, да. Ребята, это самый сложный и волнительный для меня момент в этом видео. Я продержалась целый год, никому не рассказывая о том, что я веду ТикТок. Та-да! Когда я записывала в том январе видео о том, что я хочу попробовать вести ТикТок, что я буду снимать на торчке видео, я действительно не понимала, как там всё работает и что там вообще происходит. Я даже не знала, какая длительность видео может быть в ТикТоке. А длительность видео там от 15 секунд до минуты. И, конечно, выгоднее снимать короткие видосы, потому что, ну, это особенность платформы, что все смотрят коротенькие видосики, то есть быстро получили контент, там, посмеялись, полюбовались, ну, вот буквально 15-30 секунд, чтобы снять на минуту, это нужно говорить, нужно что-то рассказывать, какую-то завлекательную историю, чтобы человек погружался в твое видео. А просто красивое видео на минуту для ТикТока это не подходит, то есть это просто не то место, где такие видео надо выкладывать. Ох, сейчас я вам буду рассказывать свою историю. В общем, я там зарегистрировалась. Быстро поняла, что снимать вот, типа, творческие видосы, это не то для ТикТока. Я думаю, ну, буду рассказывать какие-то приколы из жизни художника. Вот. И это шло прям супер туго, очень сложно. Я как человек, не очень дружащий с технологиями, я еще и много времени тратила на то, чтобы, ну, чисто технически все снять, смонтировать, выложить, потому что я очень долго не признавала сам редактор ТикТока, то есть там внутри приложения есть монтажная программа, которая очень сильно упрощает работу. Нет, я снимала все на фотоаппарат, ну, или там на телефон потом, потихонечку согласилась, снимала, отдельно загружала на комп, все там монтировала, и потом загружала в ТикТок. Это, короче, капец. И это занимало очень много времени, и я веду еще, ну, Ютуб, стараюсь не забрасывать Инстаграм, и ТикТок просто стал последней каплей. Еще же у меня, ну, стандартная восьмичасовая работа была на тот момент, и я думаю, ну, что-то это какой-то дохлый номер, зачем мне на это тратить время, силы, если это особо не идет. И я его забросила где-то к лету, наверное, может быть, там в июне. Вот. Но потом начинается самое интересное. Примерно, ну, не примерно, а точно в августе, на свой день рождения, как вы помните, я выкладывала на Ютубе видео с переуплощениями в факультеты Хогвартса по Гарри Поттеру, вот эти четыре видео у меня были. Я подумала, ну, раз я все равно делаю вот эти Гарри Поттерские видосы на Ютуб, почему бы мне не залить фрагменты на ТикТок? Ну, чисто просто потому, что мне нравятся, получились красивые, красивые кадры. Залью, раз они у меня есть, это несложно. Оказалось, что фанатское сообщество Гарри Поттера в ТикТоке гораздо более активное, чем люди, которые интересуются рисованием, или, может быть, у меня не получается достаточно весело и классно подать именно художественный контент, но у меня получается классно, как выяснилось, у меня получается классно подать Гарри Поттерский контент. И, короче, я такая, ну, ладно, раз идет, а чего бы нет? И я начала вести аккаунт с шутками, с какими-то красивыми видосами именно по Гарри Поттеру. И вот с августа до сегодняшнего момента, это что, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, за пять месяцев на данный момент, вот когда я снимаю это видео, у меня 11,5 тысяч подписчиков на ТикТоке. И именно из-за этого мне теперь кажется, что мои вот эти 338 зрителей, вы замечательные, я думаю, ну, почему это так, это так мало? Я, ну, я объективно понимаю, что это мало. Вот именно еще и на контрасте с ТикТоком, потому что там просто какая-то бешеная активность, сильное вовлечение аудитории, быстрый рост. При этом ты вкладываешься гораздо меньше по времени. То есть я все равно там, конечно, тоже и стараюсь, и какие-то идеи стараюсь придумать, и, ну, делаю красиво, там, весело. Но, например, за один вечер, то есть там, например, за пару часов, я могу снять сразу пять видосов, которые я буду выкладывать раз в день, и это будет потихонечку все крутиться. За один час пять видосов могу снять, понимаете? В то время как, чтобы снять один ролик на YouTube, я трачу неделю. И при этом я получаю, ну, если в сухих цифрах, да, то есть, например, за просмотр на YouTube, я получаю сто просмотров вот за этот видос, в который я просто вкладываюсь как, ну, не знаю, просто реально много-много-много часов. И при этом я могу снять видео в TikTok, и оно залетит там на несколько тысяч. Понимаете? И теперь главный вопрос. Умоляю, если здесь сейчас кто-то смотрит это видео, и вы нашли меня, и пришли на YouTube с моего TikTok, пожалуйста, это очень важно, оставьте об этом комментарий, и скажите, эхей, привет, я к тебе пришел с TikTok. Тогда я буду понимать, что, ну, короче, что я веду TikTok не зря. При этом я не могу сказать, что я веду TikTok исключительно ради YouTube, потому что в TikTok большинство ребят довольно позитивные, мне нравится общаться с ними в комментариях, и, ну, это какой-то такой отдельный мир. А теперь дисклеймер для всех моих друзей, для знакомых, для всех, кто общается со мной в реальной жизни. Хочу вам сказать, ребята, вот тем, то, чем я занимаюсь, это очень сложно морально, потому что, ну, это, так скажем, всё-таки необычное занятие. Особенно потому, что большинство моих знакомых это серьёзные люди, это профессионалы, это образованные люди. Я всегда, когда я что-то делаю, я всегда думаю, ну, это невозможно, не думать об этом, ой, а что там скажет там мой там друг, а вот мой родственник, что про меня подумает. Вот. И давайте так, если вы не готовы меня поддержать, если вам это кажется, моё занятие кажется, смешным, неуместным, каким-то глупым, давайте просто договоримся, что мы просто об этом с вами не будем разговаривать. То есть мы с вами общаемся, дружим, но про мою вот эту вот медиа-деятельность вы со мной не заговариваете, потому что обиднее всего, когда тебя дразнят друзья. Вот. Вы можете даже не подозревать, что мне это неприятно, потому что, ну, я не буду вам об этом, ну, вот сейчас я вам об этом говорю, просто знайте, что мне это обидно, неприятно, так что, если вы не готовы поддержать, просто не заводите со мной эту тему. Разобрались. Дальше переходим с вами постепенно к разделу спорт. И тут я поняла, что впервые за всю жизнь, наверное, я себе не ставлю цели, хочу, чтобы моя талия была 50 сантиметров в обхвате. То есть я себе в спорте не написала ни одной цели именно по своей внешности, что хочу там подкачаться, чтобы у меня пресс был, или там, чтобы, ну, в общем, вы поняли, чтобы попы и орехи колоть можно было. Таких целей у меня в этом году не будет. Но у меня есть цель улучшать показатели, пробежать 2 километра, точнее, не пробежать один раз, а сделать стабильное время 2 километра бегать за 10 с половиной минут. 10 минут – это все-таки такой какой-то суперрезультат, к которому я не уверена, что я смогу прийти. Так, чтобы, знаете, вот не просто вот пробежал 2 километра и сдох, а вот просто четко, бодро пробежал, молодец, и это твой нормальный результат. Вот я хочу к такому состоянию прийти, чтобы 2 километра я бегала за 10 минут 30 секунд, и чтобы это было не на последнем издыхании, чтобы это была стабильная штука. Также в спортивных результатах я хочу вернуть свой шпагат на правую ногу. Последний раз я садилась на шпагат, ну, прям садилась, не помню, когда, ну, так скажем, точно я садилась лет в 13. Дальше я временами возвращала себе этот шпагат, и, наверное, возможно, последний раз я садилась лет в 17, может быть, в 18. Сейчас у меня растяжка на правую ногу, так скажем, наверное, неплохая, но для девочки, наверное, такая среднестатистическая. Поэтому я хочу вернуть шпагат на правую ногу. Так, ну, что я могу сказать? По поводу бега на 2 километра у меня, ну, просто, так скажем, показатели не ухудшились. То есть, вот как они у меня были в начале января, там, 11-12 минут в зависимости от моего состояния или регулярности тренировок, так это у меня и осталось. Ну, допустим, отсутствие регресса, это уже неплохо. Остальных своих физических целей я не добилась, но сделала что-то, чего я даже не ожидала, что я могу, и что я вообще, что я вообще такое хочу и буду делать. Я пробежала московский полумарафон 2 августа, день ВДВ, 21 километр, по-моему, за 2.24, или, короче, я не помню, я вот здесь оставлю время, за которое я его пробежала. И это то достижение, которым я горжусь, и я не уверена, что я его смогу повторить, потому что, честно говоря, безумие, слабоумие и отвага. Вот это было что-то из этого разряда, потому что, когда я начинала готовиться, когда я соглашалась вообще на эту авантюру, я реально слабо представляла, что такое пробежать 21 с чем-то километром, 21,1. Я регулярно бегала километров по 5, если нет силовой тренировки, там 7-8 старалась бегать, но 21,1, это совершенно другое состояние и ощущение. Помню, вот на самом забейнге я бы, наверное, не финишировала без группы поддержки, потому что на длине всей дистанции стояли люди с транспарантами, с кричалками, с дуделками, музыканты, барабанщики, они все кричали «Вперед, вы молодцы! Там, герой, вперед! Давайте уже скоро финиш, там, вы класс, вообще, вы все сможете!» И это реально придавало сил, и мне кажется, я вот только благодаря им вообще финишировала. Потом я пришла домой и типа в 5 вечера заснула до следующего дня, вот настолько был организм уставший. Но это зато у меня теперь есть медаль и классные воспоминания. Дальше от спорта перейдем к внешности. Здесь у меня есть 4 пункта, и все они связаны с волосами. Я не тот человек, который много экспериментировал со своими волосами, то есть за всю жизнь я кардинально изменила длину один раз. На втором курсе у меня были длиннющие волосы ниже попы, и я их обстригла до плеч. Это был мой максимум. И периодически мне приходят всякие дурные идеи типа «А, хочу!» Зеленый ирокез. Ну, не настолько, но 4 мысли мне чаще всего приходят. Это, первое, сделать микрочелочку такую вот. Второе, обрезать волосы очень сильно, то есть вот выше плеч. Третье, что я хочу, это мысли пришла мне где-то в ноябре-декабре. Я хочу попробовать побрить виски. То есть, ну, чтобы сверху были волосы, а виски, чтобы были бритые. И четвертое, ну, это то, что приходит всем девочкам в голову, я хотела бы покрасить концы в какой-то необычный цвет. Ну, как необычный. В такой типа сиреневый, голубой, что-то такое. И вообще, я очень люблю синие оттенки, но я боюсь, что он будет вымываться в зеленый, а этого бы мне не хотелось. Вот. Поэтому я, возможно, остановлюсь на каком-то фиолетовом. Поживем, увидим. Вот. Конечно, если я сделаю все четыре свои задумки разом, это, наверное, будет какое-то супер кардинальное преображение, изменение. И, наверное, этого эксперимента мне хватит на много лет вперед. Даже если я сделаю что-то одно из этого за год с моей консервативностью к волосам, я буду... Мой дух экспериментатора будет удовлетворен, я считаю. Что же по поводу волос? Как вы видите, они у меня не покрашены, но я сделала челку и сделала это даже на видео. По поводу каре, честно говоря, мне это уже как-то идея разонравилась, она меня покинула, вот как я записала про это видео год назад. С тех пор эта мысль мне даже в голову не приходила, я о ней вспомнила только когда пересматривала свою прошлогоднюю запись. По поводу бритых висков, я тоже от этой идеи отказалась, потому что я поняла, что это супер неудобная на самом деле стрижка, то есть ты на нее подсаживаешься и ты ее должен либо очень долго поддерживать, чтобы было все классно, либо ты очень долго будешь ходить в супер некомфортном, неудобном, сложном состоянии, когда вот эта короткая длина начнет отрастать и просто начнет торчать и тебе ее не прибрать, не просто так оставить, короче, это куча проблем и я поняла, что все-таки нет, не мой вариант, не хочу. Вот, а по поводу окрашивания, я бы это сделала в этом году, но я просто как профессиональная деформация блогер головного мозга, я естественно хотела это сделать в рамках какого-нибудь видоса, я даже знаю какого, и я думаю, что вы все-таки это увидите через какое-то время, но просто я не успела это сделать в рамках двадцатого года, ну и как бы не важно, челку я сделала и это уже было мощно. Кстати, из таких изменений за этот год я реально стала проще относиться к своей внешности, во многом тоже благодаря тиктоку, потому что там очень много разных, совершенно разных людей с яркой внешностью, с абсолютно обычной внешностью, кроме того, тебе часто попадаются люди из других стран, когда ты к этому привыкаешь, ты начинаешь к своей, ну лично я, начала к своей внешности относиться проще, то есть раньше для меня было прям таким сложным решением там, изменить стрижку или там, ой, покраситься, да я об этом буду годами думать, чтобы это сделать, а тикток, он как-то все это упростил в моем понимании, у меня появился, точнее усилился интерес к такому цветному яркому макияжу, и многие из моих друзей наоборот, меня как-то поддерживали в этом, говорили, вау, классно, я тебя понимаю, мне тоже это нравится, но, конечно, был ряд людей, которые говорили, я тебя не понимаю, ты что творишь, там, вот, но мне очень жаль, если вы меня не понимаете, потому что я к этому отношусь тоже как к части рисования, то есть мне, ну вот, мне просто интересно, а вот если я сделаю там зеленый глаз, ну прикольно же, а если я там сделаю контуринг лица там малиновыми тенями или фиолетовыми, а если я вместо кайлайтера буду использовать желтый пигмент, для меня это все такие художественные поиски, какой-то интерес чисто вот цветовой, просто как процесс создания образа, ну не знаю, как это еще объяснить, надеюсь, вы меня понимаете, и большое спасибо тем, кто писал комментарии поддержки и кому это все нравилось, и кто говорил, вау, красиво, или вау, я тоже так хочу, или да, я тоже так делаю, хожу по дому, никому не показываю, хочу нас всех поддержать и сказать, что если нам это нравится, давайте так делать, потому что это очень грустно, каждый свой шаг анализировать с точки зрения, а что скажет там вот тот мой знакомый, да он может даже не увидит, вы там в историях это выложите, а он не успеет посмотреть, ну, как бы, надо жить проще, а ребят, кто считает нормальным своим друзьям делать такие замечания, задумайтесь об их чувствах, пожалуйста. Дальше, давайте перейдем к рубрике искусство. Казалось бы, я художник, и каждый день я занимаюсь искусством, но это не совсем так. Каждый день я делаю свою работу, а хочется, чтобы и, так сказать, собственный творческий профессионализм рос тоже, потому что на работе мы, ну, по крайней мере, я на том этапе своего развития, на котором сейчас я нахожусь, я скорее исполнитель, а не творческая какая-то единица, то есть именно творческих решений на работе приходится выполнять, ну, минимум. То есть в основном это исполнительская работа. Поэтому я хочу раз в сезон железно выезжать на этюды. То есть за 2020 год у меня должно быть четыре выездных этюда. О, здесь у меня совершенно неожиданное достижение. Я ушла с той работы, на которой я была вот год назад. Я проработала на этом проекте два года. оказалось, что это просто совершенно не мой формат организации работы. Я за два года так истаскала себе нервную систему, что у меня просто выработалось не отвращение, но такой глубокий страх своей профессии. И я где-то полгода я даже не могла подумать о том, что я вернусь на какую-то такую проектную работу. То есть вот сейчас я как-то уже чувствую себя в силах начать что-то новое, найти новый проект или подумать о своих проектах и начать их реализовывать. И большой урок, который я вынесла за этот год, что не нужно терпеть, не нужно над собой издеваться. Если вы чувствуете постоянный психологический дискомфорт, если вы понимаете, что вы постоянно ворчите, вас всё время что-то не устраивает, то начальник, то сотрудники, то там вы сами что-то не понимаете, не успеваете, у вас не получается, не надо над собой издеваться, потому что потом будет только хуже. Как бы если одна и та же проблема перетекает из месяца в месяц, из недели в неделю, вряд ли она решится. Я всегда считала, что проблема во мне. То есть если что-то не получается, у остальных же получается, а у меня не получается, значит проблема во мне. ну всё логично. Но потом я поняла, что проблема и не во мне. То есть просто есть люди, которым такой вид работы, такой режим подходит, а есть я. Мне это не подходит. И как бы окей, им классно, они пусть работают. Я не должна мучиться и там что-то стараться. Я тоже имею право найти более удобный вариант для себя. Это не стыдно, это неплохо, это нормально. И мне очень жаль, что мне потребовалось на осознание такой простой вещи целых два года. Я желаю никому в такой ситуации не оказываться. И если вы в такой ситуации, то я вас поддерживаю и желаю решиться разорвать вот эти, как я говорила, токсичные рабочие отношения. То есть это я потом уже сравнивала свои вот эти рабочие отношения как вот отношения в паре или с друзьями. Вот ты каждый раз думаешь, ну он и справится. Ну вот сейчас мы попробуем ещё раз начать, всё будет по-другому. Нет, не будет. Просто не будет. А что касательно живописи, я почти выполнила план. У меня было три, по-моему, вылазки на этюды. Плюс я вот когда карантин ослабили в начале сентября и до карантина, получается, до марта, до апреля, я ходила на наброски, то есть я рисовала. В этом пункте я плюс-минус с собой довольна. Ну то есть, конечно, всегда я знаю, в чём я могла быть лучше, но даже вот то, что я делаю, что я не бросаю, я считаю, надо держаться. И на 21 год я точно так же хочу продолжать рисовать. И у меня есть несколько идей более крупных работ, именно живописных, и я надеюсь, что я их реализую, и возможно, я даже вам сниму видео о процессе создания картины. Ну, как бы это, может быть, громко звучит, но моей работы. Вот. Кстати, если вам это интересно, дайте знать в комментариях, возможно, я тогда утвержусь в этой мысли и точно что-нибудь сниму на эту тему. И ещё один момент в искусстве, который через тире, так сказать, работа. Этой осенью, вот 19-го года, у меня появилась возможность поехать во Францию, как сказать, восстанавливать роспись в Доме культуры одного небольшого французского городка, и я бы очень хотела реализовать этот проект, я бы очень хотела поехать во Францию и там поработать. И за 2020 год я надеюсь, что у меня эта поездка состоялась. В связи с поездкой во Францию я начала учить французский. Конечно, французский был в моей жизни с самого детства, потому что все девушки в моей семье, все-все, то есть моя мама, моя тётя, моя бабушка, ну, и сёстры все знают, преподают или учат французский. Для меня моим основным иностранным языком всегда был немецкий, а французский меня очень быстро начинал раздражать. То есть я пыталась его учить много раз, но там на второе, третье занятие меня вот тогда я прям меня начинало колотить и я бросала. То есть французское произношение почему-то меня отталкивало, хотя по идее французский один из самых красивых и мелодичных языков мира, как итальянский, французский, очень многим эти языки нравятся, а меня в какой-то момент начинало раздражать. Перспектива поехать во Францию стала для меня таким стимулом взять себя в руки и выучить язык. Ну и да, цель не бросать изучение французского весь год. ха-ха-ха-ха. Ну, короче, я думаю, здесь вы сами понимаете, в чём прикол. Настал великий и ужасный карантин и все мои вот эти вот рабочие мечты накрылись медным тазом. Французский я таки не затащила. В очередной раз очередная моя попытка справиться с этим языком закончилась ничем. Я продержалась наверное месяца два, также наверное где-то до марта и всё. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь осилить французский по-нормальному. Но да, это та цель, которая в этом году не сложилась. Следующий шаг это перейти с моей простой программы для монтажа с Movavi Video Editor на более профессиональную программу Adobe Premiere Pro. Я это пыталась сделать прошлой осенью, то есть осенью восемнадцатого года, но тогда у меня был очень слабый ноутбук, который эту программу просто не потянул. То есть от каждого движения мышки программа Висла вылетала и всё было плохо. Сейчас мне на день рождения подарили новый ноутбук, деваться мне некуда, отмазок никаких больше нет, надо освоивать эту сложную программу и скажу вам по секрету, я это уже начала делать, то есть я уже выполняю потихонечку свои цели и тоже в общем в этой цели я не сомневаюсь, думаю, что я освою Adobe, а ещё сюда же в вопрос о технике я очень хотела в 2020 году купить себе кольцевую лампу, чтобы был красивый свет. Ну и как вам он? Он уже есть. Так приятно записывать видео о целях на 2020 и осознавать, что часть из них я уже выполнила. Что по поводу технического прогресса? Да, конечно, я перешла на Adobe Premiere, мне очень нравится, я не понимаю, как я вообще раньше монтировала в другой программе. я очень довольна, у меня всё получается, я всё ещё на суперначальном этапе освоения программы, но я, по крайней мере, научилась уже быстро и не задумываясь делать какие-то элементарные вещи, я очень довольна, что я это смогла и мне очень нравится диапазон, значит, функционала этой программы, короче, я вся такая довольная. Ну и заключающим пунктом для меня будет пункт семья, моей семейной цели на 2020 год. Начну с неожиданного задания. Хочу съездить с подругами в путешествие. У меня есть три мои очень близкие подружки, мы дружим вместе с времён общаги. Последняя из нас в этом году выходит замуж, кто-то переезжает в другой город и мне бы очень хотелось, чтобы в 2020 году мы вчетвером съездили в путешествие. Потому что для меня друзья это и как семейные отношения, это то, что само собой у тебя не будет присутствовать в твоей жизни. То есть дружба само собой в нашей жизни присутствует, не знаю, в детском саду, в школе, может быть. Уже после института, когда у каждого свои дела, дружба это то, что зависит. Короче, во взрослом возрасте дружба это то, что зависит только от нас. Будет она в нашей жизни или нет. Я бы хотела, чтобы в моей жизни дружба была, поэтому надеюсь, вот такая классная задача, как совместная поездка, осуществлена. Короче, очень сильно извиняюсь за себя прошлогоднюю, но, как вы видите, я уже объясняла, почему мое нервное состояние было такое тонкое, то есть малейшая какая-то зацепка и все, я уже плачу. Зря я плакала, поездка была и она была крутая, обалденная, к сожалению, у нас был неполный состав, мы поехали не вчетвером, а втроем, но мы успели съездить на 8 марта в Калининград до того, как объявили полный тотальный карантин. Это было прекрасно, я увидела Белое море, мы с девчонками жили в красивом хостеле прямо в центре Калининграда, ели огромные круассаны из пекарни, короче, было здорово, было очень красиво, волшебное туманное настроение, у меня даже есть влог с этой поездки, если хотите, можете глянуть. И последний семейный пункт, я хочу попутешествовать с Марком вдвоем, куда-нибудь съездить, потому что последние пару лет у нас как-то все так сложно из-за того, что Марк заканчивает институт, я как-то у меня все устаканивается на работе, вот, и нам не хватает, я считаю, таких моментов для нас двоих, вот, и я бы хотела, чтобы мы с ним организовали себе поездку куда-нибудь. Опять-таки, думаю, долго говорить не надо. должно было быть классное, мотивационное, в первую очередь для меня видео на весь год, а я что-то расквасилась, блин, вообще, я от себя не ожидала, вот, и Вероника из прошлого передает слово Веронике 21-го года. Что ж, как мне странно, я думала, что я не выполнила больше, честно говоря, то есть, я ожидала, что сейчас это будет супер стыдное видео, где я буду краснеть, оправдываться, объяснять, почему я ничего не сделала, но, оказывается, 20-й год был не таким уж отвратительным в смысле выполнения целей для меня. Всем, кто досмотрел видео до этого момента, я желаю успешного 21-го года, спокойного, мирного, доброго, светлого, наполненного радостью и любовью. Я остаюсь на Ютубе, я продолжаю снимать для вас и для себя, видео, я надеюсь, что вы подписаны, ну или прямо сейчас вы можете подписаться, заглядывайте в инстаграм, если вам интересно и если вы сами, может быть, что-то снимаете или смотрите тикток, то, ну что уж, можете на тикток мой зайти, напоминаю, что если вы меня осуждаете и не поддерживаете, пожалуйста, воздержитесь от комментариев, вот, как в сети, так и лично, впереди большие планы, много интересных видео, спасибо, что досматриваете до конца, спасибо, что вы со мной, до встречи в новом видео, пока!